Конституционный суд Армении признал Римский статут Международного уголовного суда соответствующим Конституции Республики. Как в Москве относится к подобному решению Арнастской власти, если учесть, что недавно, как вы и говорили, Муссу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина? Вы знаете, я могу сказать, что эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе. Второй вопрос тоже связан с Арменией, только вот в ключе армяно-азербайджанского урегулирования. В интервью немецкой газеты Deutsche Welle глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер отметил, что Армения заявляет, что Азербайджан готовится к нападению в весенние месяцы, и если такого нападения не произойдет, то это будет успехом миссии ЕС. Вот как бы вы прокомментировали эти высказывания? Вы знаете, я бы выстрелила ответ на ваши вопросы с двух частей. Первое. Очень важно слышать не тех, кто никогда не являлся посредником в урегулировании, то есть кто не привносил никогда добавленной стоимости и кто не добивался каких-то практических результатов. А важно слышать Баку и Ереван. Вот понимаете, это ключевая история во всей этой проблеме. Нужно слышать, слушать и действовать в интересах двух стран. Да, мы прекрасно понимаем, что есть разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные в двух странах. Да, мы прекрасно понимаем, что бывают периоды крайнего осложнения, обострения и так далее. Но при этом мы фиксируем и то, что стороны могут договариваться. Главное создавать им соответствующую атмосферу, соответствующую базу, базис для подобных договоренностей и взаимопонимания, и содействовать этому взаимопониманию, а не наоборот. Теперь вот к вопросу о наоборот. Вот эти заявления, они лишь подтверждают справедливость озвученных нами ранее выводов относительно деструктивных намерений и действий Европейского Союза в указанном регионе. Брюссель очевидно не заинтересованная в налаживании доверия и сближении позиций между Азербайджаном и Арменией. И своей неумелой, неуемной, непрофессиональной, непродуманной, нечестной активностью разжигают противоречия между Баку и Ереваном. Что, по-моему, тоже мы теперь все видим, и скрывать это просто невозможно. Это к вопросу относительно того, помните, сколько нас спрашивали, как мы относимся к вот этим самым посредническим потугам Европейского Союза. Мы говорили о том, что по делам их узнаем, вот дела, вот начали, вот уже началось. Собственно, ничего нового, все хорошо уже даже не забытое, хорошо запоминающееся старое, они применяют и здесь. А я объясню, почему. Почему мы сразу об этом говорили. Да потому что нету никаких примеров успешного посредничества, не то что в сложных, сложнейших конфликтах у Запада, и в частности у Евросоюза, да и, в общем-то, достаточно спокойных ситуаций, где требуется просто взвешенная профессиональная такая этика и профессионализм, они не могут это продемонстрировать. Но что уж говорить о такой очень тяжелой, застарелой проблеме, как сейчас с вами обсуждаемая. Конечно, вызывает сожаление, что ЕС абсолютно не задумывается, каким непредсказуемым последствиям для мира и стабильности в Закавказье может привести безответственная политика. Мы призываем отказаться от подобных конфронтационных сценариев. И хотелось бы напомнить, что именно усилиями России удалось остановить вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года, в сентябре 2022 года. Безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном является полное выполнение трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.